Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии один из самых ярких актёров с редким трагикомическим амблуа. Он одинаково убедителен в кино и в театральных работах, любим зрителями и серьёзными режиссёрами. В его кинобиографии прекрасные комедийные и глубокие драматические образы. Такие как Шиллер из «Дела о мёртвых душах» Павла Лунгина, Смердяков из «Братьев Карамазовых» Юрия Мороза, полковой комиссар Ефим Фомин из Брестской крепости Александра Кота, Геннадий Будник из «Оттепели» Валерия Тодоровского, космонавт Владимир Алёхин в «Салюте 7», Клима Шипенко и многие другие. Его работы в спектаклях высоко ценят не только зрители, но и театральные критики. Сейчас он один из ведущих актёров театра имени Моссовета, в котором играет в постановках Андрея Кончаловского «Дядя Ваня» и «Три сестры». Он лауреат многих премий, в том числе театральной премии «Чайка» и премии «Триумф». В «Белой студии» актёр театра и кино Павел Деревянко. А вы тоже можете вот так вот одну бровь поднимать, левую? Там же все смеются над нами. Ну, слушайте, это хорошее начало. Мы начинаем в «Белой студии» не с поднимания бровей, а с разговора о вашем детстве. У вас, в общем, детство было такое, как у Антона Павловича Чехова, в тёплом южном городе Таганроге. Фильм, который вы вспоминаете из детства – «Сказка странствий». Вам сколько было лет, когда его увидели? Потому что эта сказка не для детей совсем уж маленьких. Да, не для слабаков. Шесть или семь лет. То есть вы маленькие прямо были? Достаточно маленькие, да. Мне очень нравилась история. То есть, во-первых, он был разнообразный. Мне очень нравилась страшная смерть, чума. То, как главный герой летал на этом параплане, на этих крыльях. И мне очень нравилась способность мальчика. То есть, поначалу у него болела голова, когда он чувствовал золото. А потом он стал притягивать. И, конечно, фантазия детская была неуёмна. То есть вы хотели притягивать золото? Всё вместе. Всё. И пугали, и любовь, и мальчик, и девочка. В общем, всё это такое как-то очень достаточно тоскливо. Очень цепляло это всё. Но вы вот сказали тоскливо, да? То есть затрагивало какие-то струны, которые уже в шесть лет вы вот в себе ощущали. Там ещё потрясающая музыка Альфреда Шнитке, под которую всё это происходит. Которая вообще создаёт вот это какое-то особое совершенно... Тягучее ощущение было от всего этого. Это чума страшная. Это какая-то там женщина лиха, которая заразила главного героя, нашего любимого актёра Миронова. А был шок, когда он умер? Потому что вот я смотрела со своим сыном, ему тоже шесть лет. И как вам тогда было? Он говорит, да нет, он сейчас выживет. Ребёнку свойственно. Он смотрит мультфильмы, и в мультфильмах главный герой... Оптимист. Он всё равно побеждает смерть. А здесь по-настоящему герой, к которому мы привязались, погибает. Вот вы помните своё ощущение от того момента? Жаль было. Это всё тоже тягучее ощущение. Тоскливое. Когда это всё и закончится, с одной стороны. Потому что это немножко было страшно. Ты немножко сжимался, когда всё это смотрел. А с другой стороны... Тебе хотелось, чтобы восторжествовала правда, чтобы был хэппи-энд какой-то. Ну а как же так? Почему же так? Ну, в итоге все нехорошие герои были наказаны. Осознанность пришла к главному герою. Да. Вообще, этот фильм, ну, наверное, его, может быть, немножко ошибочно позиционируют, как такую сказку. По поводу сказки странствий есть разные мнения, удачно это в фильме ты или нет. Я-то считаю, что он просто, может быть, не очень правильно спозиционирован. Потому что если бы мы его смотрели, как, условно говоря, «Сталкер» Тарковского, да, то есть такое серьёзное кино о поиске себя, да, о борьбе с ускушениями и так далее. Там были дети, а значит, автоматически всё это детское кино. Ну окей, детское кино, хорошо. Потому что на то, что вы уже его в шесть лет смотрели, в принципе, получается, что мир таких вот фантазий, да, и таких странных немножко миров, это вообще как бы ваша территория. И впоследствии я ощутил эту связь, немного странную, мистическую, тягучую атмосферу, да. В детстве меня всё это пугало немножко. В детстве меня всё это пугало немножко. Никогда не чувствовал себя таким сильным и таким свободным. Посмотри, как прекрасна Земля. Какая веселая страна! Сколько радости, сколько огней. Наверняка твой брат здесь. Я никогда не мечтал стать артистом. Вот, это, наверное, отдельный разговор. Ну, я знаю, ваши вот эти опыты работы. Вы умеете, наверное, хорошо готовить, потому что вы учились даже на кулинара. Вообще ничего не умею. Ну, как же так? Вообще ничего. Вас плохо учили? Плохо учили? Я пошел туда без исходки, так скажу. Потому что я не понимал, чем мне заниматься. В школе после восьмого класса, когда я попытался поступить в медицинское, тоже я не мечтал там оказаться. Но, тем не менее, слетел. Хотя и платили деньги. Родители как-то даже заплатили деньги там, давали кому-то. Это было очень смешно. Вы даже за деньги не смогли поступить? Даже за деньги не смог поступить. А было два экзамена. Был русский. Русский, который я написал ужасно плохо. Я плохо учился. Ну, понятно было, что я прошел, потому что, да, там кому-то дали. А биологию тоже я был не подготовлен. Был какой-то вопрос про кольчатых червей или что-то. Вот. Совсем из ботаники. Решили, что деньги деньгами, но все-таки человек будет потом лечить людей. И как-то из-за преступления его принимать после того, как кольчатые червей. Ну, вот экзаменатор говорит, ну, расскажите что-нибудь про кольчатых червей. Я говорю, ну, кольчатые червей? Я говорю, приходите в следующий год. Я говорю, в смысле? Подождите, как же? Деревянка. Окей, я вернулся в школу. А половина самых верных парней и друзей уже ушли. И пошел учиться я в кулинарное училище. Ну, тоже потому, что я не знал, что делать, куда мне идти. Вот. И в скорости я и оттуда был изгнан. За неумение готовить яичницу. За то, что... Ну, примерно, примерно, да. Еще был и женский мастер, парикмахер, я имею в виду. Тоже женщины оставались неудовлетворены. Ну, прической, по крайней мере. То есть, может, они были довольны, что мастер такой приятный. Я, знаете, два раза стриг Аврору. Аврора, знаете, такая прическа, не помните? Аврора. Это такие каскады. Точно, точно, это было модно. Такие, да, 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 да. Ну, вот. Мне как-то доверили, и я потел, бледнел. Смотрел на своего педагога, она... А вы стригли парик или человека? Нет, это человек, каких-то девчонок я стриг. И что, они потом? Замуж вышли? Она поправляла потом за меня. Вот это вот я видел. Вот эти глаза. Я дико волновался. От этого, конечно, очень зажимался. Знаете, я вот сейчас об этом вспомнил, как я был зажат, как я комплексовал. И у меня такая параллель провелась. Самый страшный для меня... Страшный сон для меня, когда я на сцене забываю текст. Это действительно страшный сон для меня. Это то, наверное, почему я очень боюсь театра. То, почему он на меня очень сильно эмоционально меня высасывает, скажем так. И несколько раз такое случалось. И вот когда этот страшный сон становится явью на сцене, сейчас, он произошел с тобой, этот кошмар. И вот это, и из детства, вот этот ступор у меня, когда я не могу ничего делать, только он сейчас обрел уже какие-то огромные размеры. Я белый лист в этот момент. Просто белый лист. Я понимаю, что... А? Все. Я попал в ад или куда-то там. И что-то подсказывает мне это мимо меня. Я просто понимаю, что я в аду, я в своем сне. Представляете? Это ужас. А что вы делаете в этот момент? Я не знаю, что я делаю. Я как-то пытаюсь... Потому что я ни одного слова не помню, ничего. Просто вот... Это был Чехов, вот на Чехове, на Дяди Иване, представляете? У Кончаловского. У Кончаловского. На Дяди Иване среди этих монологов я забывал этот текст. О, Господи, мне сейчас сердцем плохо становится. Ну, а как вы все-таки с этой ситуацией? Ну, вот вы забыли посреди монолога Дяди Иване... Врача! И выходит Домогаров. Я вижу глаза Домогарова, да, которые... Астровский. На меня как-то, да, немножко так... И что же? Как-то... Бывало... Бывало Ча... Что? И он за меня какие-то фразы... Я не помню, как это... Бывало Ча, что и вы за него, я думаю. Тоже, скорее всего. Ну, он, кстати, ни разу, знаете, Даш, ни разу, он всегда как... Ну, короче, молодец. И вот этот момент ступора, то, из-за чего я не жалую, скажем так, не очень люблю театр, потому что, да, как я уже сказал, это очень много силы меня отнимает психоэмоциональных. Вы знаете, вы сейчас так это рассказали. Мне сейчас плохо стало. Я действительно себе представила, да, и мне стало плохо, когда вы это рассказывали. Я видел по глазам, по-вашему. Но, вот, учитывая, что это такой, как вы сейчас сказали, ад для вас, да, оказаться в этих обстоятельствах, что вас... Потому что вы все-таки играете в театре и Дядю Ваню, и Тузенбаха у того же Кончаловского, да, и... Надо, Федя, надо. Надо работать над собой, над своими страхами, и хоть иногда, хоть редко, раз в пять лет, как это произошло вот между последним Тузенбахом моим, между тремя сестрами и вот теперешней премьерой, великолепным рогоносцем. Шесть лет прошло. Я не лепетировал, ничего не брал в театре. Много предлагаю, каждый раз, постоянно много, и что-то интересное. Ну, я говорю сразу, нет, спасибо, до свидания. Вот. Надо. Надо, особенно если это... Знаете, вот, что касается и Дяди Вани, и последствий трех сестер, через некоторое время, после премьеры обоих спектаклей, там, семь лет назад это был Дядя Ваня, потом, три года спустя, были три сестры, Тузенбах. Вот, для двух этих образов. Вот, мне приходилось много работать над собой, ну, чтобы как-то свою косность преодолеть, скажем так. А в каком смысле, простите? Ну, скажем так, я не Чехов. Для меня Чехов всегда был далек. Он был, он хоть и был моим земляком, близким очень, по крови, вот, но мне было неинтересно его читать, мне было скучно. Скучно, я потом понимал, я хотел его постигнуть всегда в институте, но я понимал, что большая пропасть между нами лежит. Я не готов был, Ричево. Они все так красиво, я видел спектакли, и они так все красиво разговаривают, а мне далеко с моими косточками в языке. Ну, а что Андрей Сергеевич сказал? Ну, парень, давай вот тебе и карты в руки, ты хочешь расти? Да, Андрей Сергеевич, я хочу. Так давай. Давайте, Андрей Сергеевич, давайте попробуем. Я с тебя не слезу. Не слезайте, Андрей Сергеевич. Давайте. И он постоянно, постоянно мне говорил, ну, ты не готов, ты плохо работаешь. И много лет спустя Андрей Сергеевич, там, между спектаклями, он мне говорит, что я вырос. Вот для чего это все. А еще мне всегда помогает мой ангел-хранитель, он мне дает всегда какие-то вещи, ну, достаточно сложные для меня, но посильные, преодолевая которые, я становлюсь как-то интереснее, может быть, для самого себя. И спустя какое-то время после Чехова я почувствовал в себе изменения по отношению и к себе, и к людям. Вот. Вот так мне стало... То есть вы стали относиться к людям мягче? Я стал мягче. Я стал прощать заранее людям их слабость. Все мы, каждый из нас слабый. Вот. И я заранее сразу прощаю тебе твою слабость в расчете на то, что ты мне простишь мою. Вот. Что башь на башь. И люди это сразу чувствуют и как-то очень быстро доверяют мне. Очень быстро. Ну, не чувствуют за мной никакой-то темноты, этих двойных мыслей. У меня их нету. Первый план. Как в жизни, так и в искусстве. Как интересно, что вы абсолютно точно сказали про Чехова сейчас, без всяких вот этих вот обходных, сложно сочиненных текстов, да, и предложений. Именно то, что есть Чехов. То есть, если ты на него настроишься всем сердцем, то вот только это и важно из него понять. Только это и для него было важно, собственно. Вот эти все высокие монологии. Мне-то кажется, что Чехов, и здесь Андрей Сергеевич очень точно, кстати, я, по-моему, это увидел, потому что Домогаров, все эти монологии, которые в его уста вложены про вот эти леса, давайте поговорим о чем-нибудь высоком и так далее, это все, мне кажется, Чехов смеялся над нашими вот этими словоохотливостью, да? Именно, именно так. И вот эта бесхитростность и прощение, и жалость к человеку, вот что суть. Интересно, что Андрей Сергеевич вас это увидел. Пропал жизнь. Я талантлив, умел, он спел. Если бы я жил нормально, я мог бы выйти из шапангаловы. Я зарапортовался, я с ума сходил. Матушка, матушка, я в первоотчаянии, матушка! Матушка, 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 матушка! Кушайся, Александра! Нет, матушка, матушка! Что? А что, а что ты мне делаешь? Не надо, не говори. Я сам знаю, что мне делать. Я сам знаю, что мне делать. Будешь, ты меня помни. Вы сказали, что вообще для Андрея Сергеевича идеальным артистом на роль Дяди Ваня был бы Чарли Чаплин. Да, он так сказал. Это он так сказал? То есть он в вас это увидел? Он посмотрел фильм Павла Семеновича Лунгина. Дела мертвых душев. Дела мертвых душев, да. И говорит, ну там ты вообще очень раскрылся. После этой работы меня Андрей Сергеевич пригласил играть дядю Ваню. Но вы как раз у Павла Семеновича интересную историю рассказали, какая оказывается, что там была, тоже такая Гоголевщина за кадром. Гоголевщина была, да. Но вы сыграли практически всех персонажей таких центральных Гоголя. То есть это такая вот как бы перетекаемость. Гогляда. Да, вот я как раз это слово, мы обсуждали эту работу, я как раз это слово употребила. Потому что, причем очень интересно, как нам кажется, что Башмачкин и Хлестаков и Чичиков это абсолютно разные характеры. И как может в одном человеке совместиться плавный переход из одного состояния в другое, а потом ты понимаешь, что вот, а ведь правда, если человек помешан на шинели, то может если эта шинель у него появляется, так у него одновременно вырастает и какое-то, да? Конечно, эго, эго вместе с этим воротником большим, вместе с Бобровым, да, и вместе с прической у него, и брови дугой выгибаются. Действительно, все это очень интересно. И Нина Чусова много тогда ставила в театре, это был ВИИ. Вы играли у нее портрет? Ой, ужасная история. Почему ужасная? Этот спектакль, наверное, отнял у меня больше всех сил. Я, знаете, если я не понимаю то, что я делаю, я чувствую себя как, есть такая поговорка, как в ополовнике, что-то, ну просто, как бездарность. Я должен абсолютно понимать логику происходящего. То есть все, понимать. Тогда я чувствую себя великолепно. Вот. И мне в этом смысле, я не понимаю этих актеров, ну, этих, этих актеров, молодых в большей степени, да, которым режиссер дает задачу. Угу. Вот. Я вижу, они абсолютно не понимают, что они делают, но как бы примерно уже есть какой-то опыт, и выучен текст, и они изображают то, что, ну, в глазах ноль. И я один раз так очень сильно повздорил с Сашей Котом на съемках. Тоже ваш режиссер, который, в общем, много вы с ним работаете. Да, да, да. Было мало времени у нас, и он говорит, так, смотри, а он, он, конечно, это же сигареты, у него пузико, он любит вот этот монитор сюда, ручной. Вот он ходит, сигареты, высасывает просто сигареты одну за одной. Не затяжку курит просто. Вот, так, смотри, ты иди сюда, вот, стой, сиди, да, давай, говорит текст. Так, смотри, Леван, Капанадзе, камера, говорит, оттуда снимай. Вот, и так он все, все, времени было мало. И вот он быстро очень развел сцену, я говорю, Саш, подожди, подожди, секунду. Мне нужно понять, говорит, времени нету, давай. Я говорю, Саш, подожди, я не понимаю. И я взорвался, я говорю, все это было прям эмоционально раскрашено, с этими словами яркими. Говорю, ты делаешь из артистов рабов. Говорю, что ты делаешь? И потом ты сам, потом вы сами, режиссеры, потом не понимаете, почему у вас такое качество на экране. Никто ничего не понимает. Но все делают. Никто не может возразить. Я не могу так, я должен точно понимать, что я делаю. Чертков, мой художник, никак не получался. И мне нужно было это играть. И играть это было необходимо. Это была названа, конечно, пресса, бомонд какой-то. Но я себя чувствовал полным вот этим вот, в том, что я сказал, в половине. Я не знаю эту пословицу, поэтому что там в половине плавают, честно. Я не знаю, вы мне потом скажете. Ну что-то не очень довольное собой явное. Ну да, абсолютно какое-то, никакое, понимаете. И это был ужас, когда вот перед спектаклем, когда я, это мука, я потерял, я не знаю, куча этих миллионы, наверное, нервных клеток, которые потом не восстановились. Ну просто в аду. Я понимал, что сейчас я не знаю, что мне делать, а мне нужно выходить и играть. Полтора часа или сколько там, два акта, я не помню, сколько мы играли. Нужно выходить и выкладываться перед зрителями. А я не готов. Это был ужас. Фух. Ну мне кажется, вы знаете, вот вы настолько органичны. Я, например, не видела ни разу, чтобы вы были плохи на сцене или в кино. Просто в силу своей природной органики, которая вам дана. Например, Тарковский говорил, что он вообще ничего не хочет рассказывать артистам, что артист должен идти из одного угла в другой угол, а он сам все за него сделал. Возможно, возможно, но там тогда ты доверяешь какой-то атмосфере. Я сейчас, вы мне сказали про Тарковского, я сразу увидел из жертвоприношения, да, вот это вот, жертвоприношение, да? Ну смотря какую сцену вы говорите. То есть если со свечой, это ностальгия. Это ностальгия. С Янковским, Олег Иванович. Да, да. Когда он должен был со свечой перейти. Когда он, да, он шел со свечой. Я чувствовал эту атмосферу. И не зря же мои любимые фильмы Тарковского. А вы знаете, что он делал с Янковским? Вот Янковский рассказывал. Да, что он привозил его, оставлял. Оставлял одного без языка в незнакомом месте, где тому не с кем было, он вообще не понимал. И когда, наконец, Тарковский появлялся, он был настолько потерян в полудепрессии уже. И потом это лилось. Шикарный Олег Иванович, любимец, да, советских всех женщин, публики. Да, раздавленный, из него было... А Тарковскому было нужно из него вот это состояние, понимаете? А если бы он ему говорил, ну вот этот Горчаков, вот он страдает, вот Родина. Возможно, возможно. У него была такая манера. Ну, я не могу оторваться от этих фильмов, от Сталкера, от Андрея Рублева. Я смотрю и смотрю и смотрю эти тексты, как произнесено каждое слово. Я пью, просто в буквальном смысле пью. У меня слюна выделяется. Такой физиологический такой момент, когда я вижу... Вообще, когда я вижу талант какой-то, проявление таланта, я впервые это увидел в институте, в ГИТИСе, когда смотрел на сцене Ингу Аболдину. У меня выдиралась слюна, как у собаки Павлова. Я думаю, что это такое? Потом я понимал, что вот это как... Знаете, когда собака видит что-то сладкое или что-то... У вас такой талант, да? Ну вот у меня уже давно я такого не замечал за собой, но это было точно, да? Когда я видел талант яркий, я становился ребенком или... Ну, кем-то я не собой становился, я превращался в полуидиота в буквальном смысле. А вот вы говорите, допустим, про Сталкера. Вас там что завораживает? Вот вы что чувствуете? Что вас там захватывает? Атмосфера. Практически с самого начала, с монолога Солоницына. У машины. Когда он там просто разглагольствует, философствует, да? Заодно это можно просто дать Оскара и что-то. Этот фильм просто есть. Он ведет меня за собой. Он просто меня, да, разбирает по частям. А вы сами как-то ощущали себя вот в этом путешествии, в которое отправляются за Сталкером герои? Да, конечно. Конечно, я проживал, я смотрел многократно, и я проживал эти истории за каждого. И за Сталкера, и за каждого из героев, за профессора. Вот, и потом, когда все это раскрывается, да, какая-то месть, то, как их меняет все это, да, вот это, это для меня великое произведение. Вот я давече говорил вам, вранье все это, плевал я на вдохновение. А потом, откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это все какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, их смысл исчезает, тает, растворяется, растворяется, как медуза на солнце. Видели когда-нибудь? Сознание мое хочет победы вегетарианству во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса. А чего же хочу я? Там же еще есть эта тема того, что зона, она осуществляет истинные желания. Да. Что проблема... Скрывает. Да. Что проблема в том, что мы часто идем, и нам-то кажется, что наше желание такое, а на самом деле оно совсем иное. И проблема наша не в том, что наше желание не осуществляется, а в том, что оно на самом деле нами руководит как-то другие вещи в жизни. Вот как это важно увидеть на самом деле себя настоящего. не врать себе. Вот. Видеть себя. Кто ты есть, что ты есть, что ты несешь, что ты хочешь. Вот. Это так непросто, так тяжело на самом деле. Не врать себе. Это моя тема. И в жизни, как я уже сказал, и в искусстве. Первый план. Вот. Для кого-то может показаться это слишком просто. Возможно. Вот. Но на самом деле это и есть для меня, по крайней мере. Для меня это истина. Да. Это простота. Это открытость. Это сопереживание. Ну, это на самом деле. Ведь знаете, простота, это же самое сложное. Да. То есть очень сложно быть правдивым с собой. Да. Вот тебе кажется, что ты правдив, правдив. Да. Знаете, как? Ну, там слово вот это очень хорошо описано состояние, когда он все время пишет. Ну, сам Лев Николаевич, он же весь в этом, в своих книгах, да? Вот он говорит, вот я наконец все понял, вот надо быть таким, таким, таким. И вот он поймал эту, как бы, птичку. И потом вдруг. А потом раз, он с нее сползает. Но при этом он так не хочет признаваться себе, что он уже сполз, что он продолжает что-то уже подбивать. Да нет, птичка все еще в руках. Да нет. Вот она что-то не пищит, но, видимо, спит просто. Знаете, Даша, я этот момент понял, определил его как главный в своем творчестве, в своем движении, к самому себе, еще в институте. И я понимал, что нужно быть правдивым. Я не помню, откуда это, не знаю, откуда это взялось. Возможно, как-то Нина Чусова на меня. Это отдельный разговор про Нину Чусова. То, как она на меня повлияла. Да, что нужно быть честным с собой. И я пытался быть честным, и я был с собой. Потом я понимал, что, а вот здесь ты не очень честный. Я ставил какие-то защиты одинарные, двойные, тройные. Я понимал, что сквозь защиты все равно находит ложь твоя, это сомнения, какие-то бреши находит. Но так постепенно как-то я развивался в какие-то моменты. И жизнь мне давала такие уроки. Происходили со мной много всяческих нехороших моментов, которые я успевал осознавать потом последствии, делать выводы, идти дальше. И потом у меня какое-то было золотое время, я так это называю, когда я уже получал ответы. Мне уже не нужно было получать оплюху от жизни, как было раньше. Там авария, или чуть в тюрьму не попал. Много у меня было разных моментов. Потому что я не видел каких-то очевидных вещей. Так вот, какие-то моменты были, что я получал ответы на вопросы, просто подумав об этом. Подумал, и тут же получил ответ в виде каких-то маленьких, незначимых деталей, которые я раньше бы и не увидел совсем. Я понимал, что я уже на очень крутом уровне. Это как и Чехов, это все вместе было, все вместе. Я просто ликовал. И знаете что? И реальность ткалась. Она просто ткалась, по-моему. Вот то, что я хотел, желания приходили. Настолько чистота была, чистота внутри. Я действительно был без костей, там как будто... В каких моментах, конечно, я хитрил, и мог подверать, и все. Но человеческое мне не чуждо. Но по большому счету, там ну как-то чисто все. Прозрачно, что ли. Вот. И я просто обалдевал, конечно. Как люди на меня реагируют. Какие-то хорошие, умные люди, по-настоящему, которых я там как-то стеснялся, ну как-то немножко тушевался. Вдруг какой-то момент, там когда мы оставались в какие-то моменты одни, они вдруг как-то раскрывались, так совсем сильно раскрывались. Ну как будто что-то другое от меня получали, знаете. И я понимал, что вот сила есть моя какая-то, да. Вот эта чистота, чистоты, что ли, я не знаю. Вот что-то я ушел от темы. Вы знаете, нет, наоборот, вы очень правильно говорите и хорошо, потому что, понимаете, вот правда в чистом виде часто граничит с жестокостью. Вот мы это очень часто видим в жизни. Я тебе скажу всю правду. Или там, я буду правдив. Или там, по отношению к себе даже, человек может быть правдив и жесток. В этом смысле, вот вы упомянули фильм, который, я считаю, для меня это было просто открытие и огромное потрясение последнего времени. Три билборда на границе штата Мизури. Там же, собственно, она изначально несет правду. Она изначально права вообще. Но только пройдя через прощение, через какое-то понимание, научившись чувствовать как бы другого человека, она справляется с... Собственной астротой. С этим своим, да, с этой своей разломленностью. Понимаете, когда... И там есть несколько потрясающих сцен, когда она подходит к этой новой девушке, из своего бывшего мужа, которая на закладке прочитала, что гнев порождает гнев. И она говорит, be good to her. Жалей ее, будь с ней добр. Да-да-да, это откуда-то, да. Она все время издевалась над этой девушкой, там, обшучивала ее, и обшучивала справедливо. Понимаете, она вообще похожа на такую вот, ну, как бы, острую, умную, стильную женщину. Серву, да, ее много не любили за это. Да. Ну, как гениально написан сценарий, господи. Как фантастически сыграна каждая роль. Мой любимый... Как я забыл... Диксон, который Диксона играет. Сэм Роквилл. Сэм Роквилл. И Вуди Харлз. Я обожаю его. Я фанат его навечный. Сэм Роквилл. Да. Вот. Как это точно? Как, да? Как они это делают без всяких... Без оглядок на самого себя, там, на какую-то значимость, незначимость собственную. Там, если ты идиота играешь, да, то ты, ну, просто играешь, идиота. Ну, так это тонко, точно. Это до слез. Это вот так вот опять у меня. Как у собаки Павлова, вот, когда я смотрю на это кино. Обязательно нужно, конечно, смотреть, ну, если ты не знаешь английского, как я... На английском с субтитрами хотя бы даже, да. Это сто процентов. Я вообще не понимаю, это в фильме, эти переводы, дубляж. Ну, это просто как полноценный человек, но без правой руки. Ну, как «Луча на повороте» послушать в дубляже другим человеком. Как это можно вообще? Я не понимаю. Да, абсолютно. Да, это... Это сильное потрясение. Ну, потрясение не скажу, но самое сильное впечатление... Для меня прямо это было потрясение, вы знаете. Я давно не видела произведение, которое бы настолько меня захватило, как, я не знаю, в свое время, ну, допустим, вот, я помню, я потряс фильм «Расселение Рима, открытый город». Вот, когда я его первый раз видела. Вот у меня было такое же чувство от этого фильма. То есть здесь как раз правда, почему я об этом заговорила, потому что как раз правда в какой-то степени противопоставляется любви. И вот то, о чем вы говорите, говоря о Чехове, и говоря о правде, в которую вы с института, вот как вас сочетается... Знаете, очень важно еще, вот, да, вы не зря вспомнили про эту девушку и про правду, про то, как, да, иногда это в жизни бывает. Да, ты правдив, но иногда это так вот очень резко и больно, и, может быть, не нужно. Да иди ты к черту со своей правдой. Гибкость. Знаете, я долгое время смотрел на себя, изучал себя и не мог понять, ну а какой же ты есть на самом деле, потому что, ну, мягкий характер у меня. Вот, и меня бросало из стороны в сторону, ну как-то, вот, наверное, ангел-хранитель, да, меня как-то вел, и он не давал мне сильно уходить в какие-то истории. Я постоянно возвращал, я в какой-то момент сформулировал, да, что золотая середина, вот, что нужно где-то быть посередине, там, познав края, их нужно познавать, но возвращаться непременно к середине. Вот, где ты, парень? Через какое-то время я, ну, там, достигнув, там, того, чего я достиг, став тем, кем я есть пока, вот, я понял, что это и есть моя сила, вот эта гибкость, гибкость, вот, это тоже очень важно. Вот, и не нужно быть, может, там, иногда, кому-то нужно, а кому-то нет в глазах, там, что-то, что-то говорить. Но очень нужно жалеть людей. Ну, как-то это важно. И я сделаю сцену. Ты действительно сказал ему, что ваше 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 ваше? О, да, я ваше 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 ваше. Но я не знаю, что с плотью, но за это отвечая, что, ваше 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 ваше... 가� OK, дуже? Что может быть со своими с HSел gentleman? Поло? Поло. Поло? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну да Я думаю, это что-то такое Мне кажется, я видел пару раз Этот момент В жизни, может быть, во сне Субтитры делал DimaTorzok Он может расколоться Давай попробуем До свода солнца можно успеть Давай Я подумала, что вообще Бог, наверное И вы сегодня говорили тоже об этом Бог, вот когда мы просим Его о помощи и так далее На самом деле Он не действует, как в древнегреческом театре Знаете, там был Деос экс-машина Когда Бог спускался И говорил, что с кем будем Он так не проявляется Когда мы Просим о его помощи по-настоящему Когда мы открыты к ней Он помогает нам Вот таким образом Вдруг каким-то воспоминанием Ты вдруг вспомнил Как ты с отцом Как у него цепь рвались на морозе Это и есть помощь Когда вот, да У них уже произошло Все, они уже готовы умереть Уже они попрощали жизнь Попрощали со всем И там уже у двоих этих людей У них была чистота, пустота И вот эта вот космическая какая-то пустота Суеты не было там Потому что не до этого было И тогда, наверное, приходит Какое-то озарение Когда-то В виде какой-то простой мысли Тогда и приходит Бог Я думаю, так Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»